Всем привет! Вы на канале Industrial Tool и сегодня у меня будет небольшая распаковка аккумуляторной дисковой пилы по металлу. Модель пилы DCS551 и комплектация RMJ. То означает буквы RMJ. R означает, что внутри лежит быстрая зарядка однопортовая, M то, что здесь 4-амперный аккумулятор, а J, что комплектация идет в кейсе MacPack. Также должна по идее еще быть буква E, потому как здесь целых два 4-амперных аккумулятора. На сегодняшний день 551-я модель снята с производства и на замену ей пришла 553-я. Также есть еще 552-я, но 552-я она щеточная. Давайте посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас, как всегда, буклетик. Вот видите, на 15-й год было 160 плюс инструментов. Сегодня уже 300 с чем-то, 320 по-моему, в 21-м году. Пилайта анонсирована в 2015 году. Дальше у нас есть инструкции на русском и английском языке, сертификат соответствия и инструкция от зарядного устройства. В комплекте у нас идут защитные очки вот такие, упакованные в пакет. Сама пила. Сразу на пиле установлен аккумулятор. Внутри также есть еще один аккумулятор. Оба аккумулятора 4-амперные. Это, кстати, указано на самой упаковке, что и 2, и 4-амперные. И однопортовое зарядное устройство DC18RC и букву КТ на конце. Кстати, не знаю, что означает. Кто знает, в комментариях напишите, что означает буква Т. Также внутри лежит вот такой поддон. Давайте рассмотрим пилу поближе. Пила у нас очень легкая, всего 2,9 кг. Максимальная глубина пропила 57,5 мм с кругом 150 мм. Пила комплектуется диском по металлу. Также еще на нашем рынке можно купить, помимо этого диска, еще 3 диска. Также есть еще один диск по металлу, на котором 52 зуба. Есть диск по алюминию и диск по нержавеющей стали. Как мы видим, внизу у пилы имеется станина, которую можно регулировать. Тем самым регулируется глубина реза. Но здесь нет никакой линейки. То есть мы не можем конкретно выставить глубину пропила. В инструкции рекомендуется для чистого и качественного пропила устанавливать глубину так, чтобы под обрабатываемой деталью выступал один зуб. Впереди на станине есть вот такая выемка, которая указывает как раз место, где расположен диск, где будет проходить пропил. Также на станине есть крепление для параллельного упора. Вот такой барашек. Параллельный упор это аксессуар и покупается отдельно. Сама подошва фиксируется вот этим рычагом. Выставили глубину, зафиксировали. Всегда перед пропилом проверяйте, чтобы станина была зафиксирована. Также на самой пиле имеется место для хранения шестигранного ключа, который нужен для замены диска для съема. Спереди есть фиксатор диска. Для того, чтобы диск снять, его можно зафиксировать. И внизу защитный кожух, который можно поднимать за этот рычажок. Еще один совет. После пиления и перед началом пиления всегда проверяйте, чтобы ваш защитный кожух свободно ходил. Также всегда по окончанию работы старайтесь прочищать кожух от мусора. Потому что засоренный кожух может привести к перегрузке пилы, и то есть пила у вас будет останавливаться. Останавливается она будет потому, что у пилы здесь есть очень много защит. Одна защита у нас идет от перегрузки. Если инструмент будет потреблять большие токи, он просто остановится. Никакие индикаторы об этом показывать не будут. Также есть защита от перегрева. Если инструмент будет перегреваться, в этом случае загорится два правых индикатора. Они начнут мигать. А если у вас часто будут срабатывать эти защиты, то пила вообще уйдет в блокировку, и будет мигать один левый индикатор. При этом вы обратно пилу включить не сможете. Чтобы убрать эту блокировку, вам придется снять аккумулятор и поставить его обратно. То есть не нужно бояться и думать, что пила у вас сломалась или сгорела. Это сделано специально, чтобы вы поняли, что что-то с пилой происходит не то, либо вы что-то делаете не так, либо у вас тупой диск, либо засорилась сильная пиле, трудно прокручиваться. Присутствует какая-то проблема. Нужно ее решить. У пилы имеется подсветка. Подсветка включается, если вы хотите просто включить эту подсветку. можно не нажимать защитный рычаг, то есть нажимаем курок, включается подсветка. Работает она примерно 10-15 секунд. Для включения пилы нужно нажать защитный рычаг, то есть снять блокировку, включить и пила включится. У пилы, как вы видите, автоматический тормоз. У этой пилы есть два режима. Режим высокой скорости и режим высокого крутящего момента. Если у вас здесь вот такая лампочка, этот индикатор не горит, значит пила работает в обычном режиме, режиме высокой скорости. Если индикатор во время работы загорается, это значит пила переходит в режим высокого крутящего момента. Это когда ей трудно пилить, она сама увеличивает как бы обороты, увеличивает точную мощность. С левой стороны пилы есть отверстие для установки крючка, но в инструкции сказано, что с крючком на пояс пилу лучше не вешать. Это очень опасно. Также опасно ее вешать на большой высоте, во избежание ее падения. Несколько советов по пилению. Перед тем, как начать пилить, устанавливаем основание пилы так, чтобы диск не касался распиливаемой детали, нажимаем курок, ждем пока пила наберет полные обороты, и только после этого начинаем производить поступательные движения вперед. Подавать инструмент нужно ровно по линии. Если у вас, вы видите, что пил пошел неровно, не нужно выкручивать и пытаться выровнять пилу, просто ее может откинуть обратно. То есть, если у вас видите, что рез пошел неровно, нужно остановиться, вытащить пилу и начать заново. Фигурный рез этой пилой сделать нельзя. Также необходимо следить, чтобы диск был не деформирован, с целыми зубьями. Еще нельзя пилить детали стопкой, то есть, пилить только по одной, не надо накладывать материалы друг на друга. Ну и что нельзя пилить данной пилой? Нельзя пилить закаленную сталь, древесину, пластик, бетон, керамическую плитку и тому подобное. Можно резать только мягкую сталь, алюминий и нержавеющую сталь. Но по алюминию нужно использовать диск по алюминию, по нержавейке нужно использовать диск для нержавеющей стали. Для мягкого металла использовать диски по металлу. Что у нас по запчастям? Контроллер и статор идут здесь вместе. Цены я укажу на экране. Ротор идет отдельно. И редуктор состоит из трех шестеренок. Конкретно этот экземпляр, который мне достался, 2017 года. Тут даже сами аккумуляторы, они тоже идут 2017 года. Были разряжены полностью в ноль. Зарядились. Показывают в полную палочку. В принципе, по этой пиле больше сказать особо-то и нечего. Отличная пила. Цена в интернете посмотрел. Цена варьировалась примерно от 35 до 40 тысяч за вот такую комплектацию. В голой комплектации цена примерно 16 тысяч рублей. В принципе, на этом распаковка закончена. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Ну и в конце небольшой постскриптум. Как вы видите, я сказал вначале, что пила снята с производства. Много уже бесчеточного инструмента снято с производства. Это также касается, например, того же триммера, который у меня есть. Ну а на сегодня, читая комментарии, часто видишь вопросы от людей, которые ни разу не пользовались аккумуляторным инструментом. Это стандартные вопросы. Такие вопросы задаются из года в год. Что 10 лет назад это было. Что сегодня. И один, наверное, из таких самых популярных вопросов. Насколько времени хватит? Сколько пропилов сделает? Ответ здесь просто элементарный. Какая разница, насколько хватит пропилов, когда у тебя есть вот такое количество аккумуляторов, к примеру. А люди, которые начали использовать инструмент с 12-го, с 15-го года, у всех, у строителей по 10, а то и больше аккумуляторов. Мало аккумуляторов только у тех, кто только начал его использовать. Поверьте мне, если вы начали пользоваться инструментом, аккумуляторы у вас начнут появляться, вы сами не заметите как. Поэтому все стандартные вопросы, которые задает человек, ни разу не пользовавшийся аккумуляторным инструментом, они все полностью отпадают у человека, у которого есть аккумуляторный инструмент. Все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok